В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию» ведет ее Михаил Соколов. В Барнауле прошла конференция «Россия-2019. Технократия, национальные проекты и гражданское общество». Форум уже 26-й год подряд проводит фонд Эберта и политик Владимир Рыжков. Эксперты обсуждали актуальные проблемы развития страны и ее регионов. Как считает Владимир Рыжков, одна из самых важных проблем – транзит от коммунизма к демократии и свободной экономике. Как он отметил, во многих странах Восточной Европы транзит застопорился и в том виде, как он мыслился 30 лет назад, полностью не состоялся. Видимо, должно смениться не одно, а два поколения для создания новой общественной среды, предполагает Владимир Рыжков. Рыжков предложил разобраться, что делает власть, посылающая на посты губернаторов из центра, менеджеров, министерств и корпораций. В регионы присылаются не просто варяди, не просто люди, которые никак не связаны с этим регионом, но это молодые менеджеры, которые до этого работали либо в корпорациях, либо чиновниками, в отношении которых Кремль сейчас установил 7 критериев TPI. Вот теперь мы должны с вами изучать, что такое TPI. Раньше губернатор, он как бы работал и был хозяйственник, а сейчас у него TPI. Вот, он сейчас должен выполнять определенные формальные показатели. А требования к губернаторам скорее напоминают требования к руководителям бизнес-корпораций. Эффективность, требования к TPI, проектное мышление и так далее. Нам интересно в данном случае не только и не столько, почему N назначили туда, а N назначили туда и откуда он взялся. А нам гораздо важнее понять, что это за феномен, и что это будет означать для экономики, для социальной жизни, для культуры. Эксперт Чатамхауса, профессор Николай Петров, считает, что в России в процессе старения власти после 2014 года появился новый режим, и мы наблюдаем переход к системе абсолютизма. Все выстраивается под одну единую пирамиду. Происходит уход партнеров Путина, которые имели право что-то сказать первому лицу, открыть рот. Усиливается группа верных слуг. Президент теряет связь с реальностью. В России строится неономенклатурная система. Каким образом в 2014 году появился, на мой взгляд, принципиально новый политический режим, и что его отличает от того, что было раньше? И, наконец, есть трансформация-2, которая уже началась, но понять которую мы сможем только тогда, когда закончится президентский срок Путина, а он будет оставаться у власти. То есть те вещи, которые сегодня происходят, еще недостаточно понятно, каким образом из них сложится общий тренд, но эта трансформация уже идет. Применительно к управлению, я бы, упрощая немного ситуацию, вот эту всю динамику описал бы как переход сначала от квазифедерации регионов, когда, как вы помните, один из политологов даже называл это федерацией хамств, когда регионы играли не просто очень самостоятельную роль, а часто были абсолютно, как бы, для федерального центра закрытыми системами и развивались часто абсолютно самостоятельно и часто с разными векторами. После прихода Путина к власти постепенно стал происходить переход вот от квазифедерации регионов к квазифедерации корпораций. Когда корпорации стали представлять собой государство в государстве. А сегодня мы наблюдаем переход вот от этой квазифедерации корпораций к системе абсолютизма. То, что Генри Хейл, известный аналитик по динамике постсоветского пространства, описал как переход от множественных пирамид к единой, да, когда все выстроено под единую пирамиду. И то, что уже прозвучало относительно вертикали власти, мы с вами понимаем, что единой эта вертикаль никогда не была и, в общем, даже сейчас не является. Но сегодня она гораздо более едина, чем это было еще несколько лет назад. Следующий и очень важный, мне кажется, тензис, который как раз я пытался развивать в общем проекте, возглавлявшемся Балентом Мадером, потому что он начал с Венгрии, как с мафиозного государства, а потом расширил этот свой концептуальный подход на все постсоциалистическое, даже не только постсоветское пространство, и я там писал у него раздел по неономенклатурной системе. Это то, что у нас окончательно достроено, оказалось после 2014 года. Во-первых, влияние того или иного человека определяется местом, должностью, которую он занимает, а не личностью. И с утратой должности человек моментально теряет свое влияние в системе. Вот Сергей Борисович Иванов, бывший глава президентской администрации, хороший тому пример. Как глава администрации президента, он был на втором месте в рейтингах разных влиятельностей. Как только его сделали специальным советником президента по экологии и охране природы, он спустился на 56 место в одночасье. Вторая важная вещь – это внутренние и внешние правила. Номенклатурная система отличается от обычной элиты тем, что для элиты внутренние правила, требования гораздо более жесткие, чем внешние. За те вещи, за которые посадить невозможно, человек в элите теряет свои позиции. Номенклатурной системе наоборот. То есть ваша к ней принадлежность дает вам возможность нарушать в том числе и уголовный кодекс и делать то, что обычный человек делать не может. И это одновременно и сила, и слабость. Потому что пока вы в этой системе органическая часть, вам разрешено многое из того, что запрещено всем рядовым гражданам, но зато в любой момент, когда вас захотят наказать, вас наказать могут ровно за то, чем вы благодарно пользовались все это время. За то, что вы купили дом за одну десятую часть его реальной цены и так далее. И третье, наконец, это полная зависимость чиновника от вышестоящего и, соответственно, полный контроль над нижестоящими. Вот эти три важных качества неоненклатурной системы, они во многом являются ключевыми для объяснения того, что сегодня с нами происходит в системе управления. И коротко эту систему Сталин, который ее создал в свое время, описывал, используя сравнение человека с винтиком. В этой системе человек не особенно важен, он винтик. И этот винтик можно переставить, как мы сегодня видим, из корпоративного блока в региональный блок, с одного региона. Но у нас же есть губернатор, который поменял четыре региона, да, Олег Кожеменко. И, наверное, это не предел, он может поехать куда-то и дальше. Для поддержания нужного уровня страха в системе с 2015 года сажают на 10-20 лет более 20 чиновников ежегодно. Уровень репрессий в элите около 2%. 41 крупнейшей корпорации руководят главы, назначенные в 2016 году или позже. В подавляющем случае эти новоназначенные не продвинулись по службе, а пришли из других структур. Владимир Рыжков заметил, что, по его мнению, произошел захват государства группами частных интересов. А это не неономенклатура. О новой номенклатуре Владимира Путина я побеседовал с профессором высшей школы экономики Николаем Петровым. Первый вопрос – это, собственно, суть вашего доклада. Что такое неономенклатура? Чем она отличается от номенклатуры сталинского времени, например? Вот путинская неономенклатура – это что? Путинская неономенклатурная система – это, с одной стороны, восстановление тех частей классической номенклатурной системы, которые оказались утрачены или ослаблены. Ну, например, горизонтальной ротации федеральных чиновников в регионах и в корпорациях. Это сегодня восстановлено. С другой стороны, это достраивание тех частей, которых, по определению, не могло быть в сталинское время, потому что тогда была жестко закрытая, контролируемая всецело государством система. Сегодня система открыта. Поэтому, чтобы достроить эту неономенклатурную систему, надо было сначала обеспечить жесткую зависимость внутри системы, несмотря на открытые границы. И это было сделано выстраиванием двух заборов. Заборов изнутри и забора снаружи. Вот персональные западные санкции, принимавшиеся после 2014 года, это во многом гарантия того, что элиты не расколятся, что элиты не предадут, потому что их никто нигде вовне не примет и не ждет. И вторая вещь – это каким образом перераспределять гигантские ресурсы, которые, приватизирующие определенные части государства, элиты получают, возглавляя, скажем, корпорацию на протяжении 10-15 лет. Вот та и другая части были выстроены. И когда система смогла контролировать полностью те активы, которые в виде частных олигархов или государством назначаемых олигархов на время получали под свой контроль определенные лица, вот тогда стало возможно говорить о том, что неономенклатурная система приняла свой окончательный вид. И единственное и важное очень, что ее сегодня, на мой взгляд, отличает от сталинской, это то, что в ней нет встроенного блока воспроизводства. Она не может сама себя воспроизводить, и поэтому нуждается в постоянных ручных вмешательствах для того, чтобы, скажем, поменять глав корпораций, поменять глав регионов. А механизма замены и воспроизводства кадров нет, поэтому можно говорить, что в кадровом смысле эта система деградирует, и в этом отношении она разовая, а не способная десятилетиями сама себя поддерживать и воспроизводить. — Это проект, который сознательно делался, или это процесс, так сказать, продукт процесса эволюции, вот, собственно, путинская номенклатура? — Я думаю, что, конечно, второе, то есть это то, к чему привела большая цепочка ситуативных решений. Каждый раз власть, принимая решения, имеет достаточно короткий горизонт, но поскольку решения политические, связанные с сохранением власти, с обеспечением отсутствия угроз этой власти извне и так далее, они все складываются примерно в один и тот же канал, и в результате мы видим, что это самый длинный, самый стратегический и в каком-то смысле успешный из тех политических проектов, которые начали реализоваться с самых первых дней прихода Владимира Владимировича Путина на пост президента и продолжают выстраиваться и сегодня. — Ну, получается так, главная фигура — это Путин, а главный инструмент вертикали — это ФСБ с системой репрессий. — Я думаю, что и так, и не так, да? То есть, вот вспомним, в сталинской системе было две такие несущие вертикальные конструкции. Одна — это партийно-административная система, вторая — это чекистская, КГБшная система. Сегодня мы сначала видели, что это все слилось, и в этом смысле система потеряла, в известном смысле, внутреннюю эффективность, потому что одна вертикаль не может обеспечивать ее жесткость. Но вот сейчас это развелось, и у нас снова примерно в таком же виде, просто иначе, оформленным на поверхности являются две вертикали. Административная, во главе которой стоит президент, и без всяких единых России и так далее, да, и чекистская, спецслужбистская, во главе которой тоже стоит президент. При этом я бы не переоценивал роль ФСБ, это скорее инструмент, это гигантский конгломерат, который действительно, с одной стороны, выглядит очень влиятельным и контролирующим всех, но, с другой стороны, это не единая структура, а это холдинг, где есть внутренние конфликты, внутренние напряжения, позволяющие Кремлю контролировать этот конгломерат тоже. А зачем столько губернаторов было сменено за последнее время, а часть еще и губернаторов и мэров отправилась за решетку? Ну, я думаю, что, во-первых, надо говорить не о замене тотальной почти губернаторов, а о замене и очень масштабной всех глав корпораций, и ведомственных, и бизнес, и региональных. То есть это началось даже чуть раньше, в 2012-2013 годах, и очень сильно ускорилось после 2014 года, когда система приобрела новые жесткие персоналистские свои черты. То есть речь идет о решении системой двух, мне кажется, задач. Одна – это смена поколений. Очевидно, это была очень серьезная проблема и было серьезное испытание, как обеспечить замену поколений в системе, где нет реального воспроизводства вертикальных лифтов и так далее. Продвигать детей. Да, это отчасти, только отчасти, и не очень значительно решает проблему, хотя и ведет к деградации элит. И вторая задача – это каким образом обеспечить соответствие персонального состава системы тем новым механизмом и той новой политической геометрией, которая сложилась после 2014 года. После 2014 года у нас другой политический режим, где нет места полусамостоятельным и относительно самостоятельным игрокам, и вместо того, чтобы заставлять старых игроков играть по новым правилам, что всегда проблемно, было принято решение поменять их на новых. И это качественная замена. Это не просто новый, более молодой руководитель, который раньше был на вторых ролях, стал вдруг играть первую роль. Это приход к власти, уже другой власти, людей принципиально иных, которые отвечают той новой политической конструкции, той новой неономенклатурной системы, которую мы имеем. А именно, это такой немножко даже послереволюционный эффект, когда убираются соратники, и им на смену приходят верные службисты. А что, каков эффект, собственно, вот этих появлений верных службистов вместо партнеров-соратников? Ну, эффект простой. Система упрощается, я бы сказал, примитивизируется, и она перестает быть внутренне разнородной, она гомогенизируется, и она выстраивается на предмет такого военного или полувоенного ведомства, когда ты начальник, я дурак, когда приказы, которые идут сверху, безусловно, и не обсуждаясь, выполняются внизу. Это имеет свои плюсы, потому что позволяет очень оперативно, не тратя время на дискуссии не только с парламентом, с этим давно все было в порядке, а внутри политической элиты, внутри условного путинского политбюро, реализовывать быстро те решения, которые принимает верховная власть. Но имеет и очевидные минусы, потому что вызовы, которые стоят перед страной, перед системой, они усложняются, а ее конструкция, наоборот, упрощается, примитивизируется. И вот этот разрыв между тем, что система должна делать, и тем, что она, устроив себя так, как она себя устроила, в состоянии делать, этот разрыв увеличивается. А с ним опасность кризисов, в том числе и таких, которые могут привести к разрушению всей системы. Ну а что будет эта система делать в ближайшее время? У нее впереди, во-первых, выборы в Думу, во-вторых, транзит, так сказать, возможный транзит власти, поскольку срок Путина заканчивается второй. Я думаю, что вот применительно ко второму главный результат того, что произошло, является возможность реализовывать вот эту трансформацию, этот транзит власти от Путина президента к Путину в каком-то другом качестве, как угодно, да, то есть сегодня не надо ни с кем договариваться, и не надо преодолевать ничьё в целом сопротивление, чтобы реализовать любой из тех вариантов, которые, в принципе, возможны. А именно там, либо продление срока, во что как-то сегодня не очень верится, и снятие всех ограничений, либо переход к системе, когда условный Путин-Денциапин, получая всё-таки формальные какие-то полномочия в виде главы конституционного, а не такого, как сегодня Совета безопасности или там Госсовета того и другого, да, сохраняет в своих руках всю полноту власти, утрачивая при этом ту ответственность, которую сегодня президент несёт. То есть казахский такой вариант? Ну, я не думаю, что он может быть чисто казахским, казахстанским, потому что есть отличия, да, Путин не создал государство, которое сегодня возглавляет, и это создаёт целый ряд проблем для использования того, что Нурсултан Назарбаев сегодня использует в Казахстане, и потом мне кажется, что проект Назарбаева, он более краткосрочный, он не рассчитан на длительное пребывание Назарбаева, вот у власти таким образом, как он это делает сегодня, но я замечу, что Назарбаев и старше Путина на 12 лет, то есть у Путина есть ещё много времени впереди. И последний вопрос вот про мафиозное государство, о чём говорил Владимир Рыжков сейчас, да, вот государство, которое захвачено группами интересов, значит, такая условная мафия или набор мафий, да, а вот как это сочетается с тем, что вы говорите о номенклатуре? Номенклатура – это же возможность менять винтики в системе. Мне кажется, что да, можно говорить о мафиозном государстве, об элементах мафиозного государства применительно к политическим системам целого ряда постсоциалистических стран, как Балент Мадер сделал в отношении Венгрии, да. И есть определённая эволюция этого мафиозного государства, которое начинает с приватизации государства рядом структур, а заканчивает, мне кажется, жёсткой вертикализированной моделью, когда есть только один лидер, а все остальные являются частями системы, пусть и действия лидера как-то ограничены вот этими внутренними мафиозными правилами игры, да. И в этом смысле Венгрия сегодня – это наше прошлое, а не настоящее, да. То есть некоторое время назад можно было говорить о том, что есть целый ряд корпоративных структур и кланов, которые приватизировали определённые части нашего государства. Типа РЖД или типа каких-то силовых структур. Есть же Роснефт, например, которая государственная государство. Да, она сохраняет Газпром в меньшей мере, потому что мы знаем, что Газпром изначально и всегда контролировался лично Путиным, и в этом смысле не является корпорацией такой отдельной от вот этой главной вертикали. Роснефт – да, и я думаю, что в этом смысле это скорее некая такая авторкичная, некоторая и авторкичная, и не отвечающая современным требованиям и современному устройству структура архаичная, которая довольно скоро, я думаю, утратит вот этот свой статус и превратится в то, во что превратились очень многие сегодняшние корпорации, включая, подчеркиваю, силовые, такие как ФСО и так далее. То есть в этом смысле просто мафиозное государство может быть организовано по-разному, и может быть мафиозное с непререкаемой властью одного центра, может быть мафиозное с разделением власти и ответственности, но и то, и другое – это просто разные фазы одного и того же направления развития. Моим собеседником был профессор высшей школы экономики Николай Петров. Доцент высшей школы экономики Александр Кынев проанализировал ту масштабную кадровую чистку, которая прошла в России после 2012 года. Теперь почти 60% губернаторов – варяги. А при Борисе Ельцине две трети были местные политики. За четыре с половиной года произошло 57 замен губернаторов. То есть Путин поменял две трети руководителей регионов. Такого не было со времен Горбачева. Увеличивается число согласуемых с центром назначений – это вице-губернаторы по силовикам, по внутренней политике, министр финансов. При этом центр лишил многих технократов право привозить и назначать свои команды в регионе. О том, что происходит с региональными элитами, я побеседовал с политологом Александром Кыневым. Первый вопрос. Каков масштаб замены глав регионов за последние годы, с 2014 года? На самом деле говорить имеет смысл о ситуации, скорее, с 2012 года, потому что у нас возвращение выборности произошло в июне 2012 года. Но первые несколько лет в основном замен не было. Они произошли в ходе подготовки к прямым выборам. То есть это была весна, точнее, даже будет сказать, первое полугодие. Первое время замен не было, поскольку они в основном произошли в первые полугодия 2012 года. Тогда была в совокупности 21 замена, если считать, еще замены декабря после думческих выборов 2011. В последующие годы 2012-2014 в основном, как правило, варяги назначались редко. То есть это был период, когда центр все-таки в основном делал ставку на местные кадры, понимая, что все-таки нужны люди, понимающие ситуацию в регионах. Понятно, что центр выбирал, скорее, собственные представления об эффективности. Далеко не всегда эти люди были популярны, но, во всяком случае, эти люди понимали эти территории, где они руководят. То есть, скажем, начиная с 2004 года, когда выборы губернаторов были отменены, именно период с 2012 по 2015, это был период, когда количество местных назначенцев среди губернаторов было самым высоким. То есть они были не все. Конечно, это не 100%, но где-то примерно больше половины, там около 60% губернаторов этого времени были выходцами с территорий, которыми они руководили. Тренд применялся в 2016 году, но уменялся постепенно. В самом 2016 году замен было очень мало. В основном это были замены летние, когда назначали первых силовиков, и назначили тогда же первых технократов, это был господин Овсяников в Севастополе. Если брать за точку изменения каждой политики в 2016 году, то мы на сегодняшний день имеем с 2016 года и по июнь 2019 52 замены в 57 регионах. Это означает, что регионов у нас 85, но несложно посчитать. 52 региона из 85 поменяли губернаторов, практически 2 трети. И при этом в 5 регионах губернаторы поменялись дважды за это время, потому что по разным причинам, либо человек оказался, мягко говоря, не на своем посту, как это случилось в Калининградской области и в Астраханской, либо проиграл выборы, как это случилось в Приморском крае. Так что в этом смысле ситуация довольно подвижна. Вот от такой жесткой ротации, чтобы за 3 года поменяли почти 2 трети губернаторов, не было ни за все 90-е годы, такого не было даже в 91-м году, когда у нас в Шаране произошли радикальные события, расползался Советский Союз, такого не было даже тогда. Хочу напомнить, что когда Ельцин назначал губернатора, в основном это были все-таки бывшие представители областных советов, представители областполкомов, в некоторых случаях это были мэры, но в любом случае это были статусные чиновники, то есть не были люди из ниоткуда. Назначения варягов тогда вообще не было. В начале 90-х годов был единственный варяг на Сахалинской области, Валентин Федоров, да и то, перед тем, как его назначили главой администрации, он вначале был избран депутатами, председателем Сахалинского областполкома. Все, варягов больше. А почему все-таки, в чем причина вот этого перелома политики, то есть политика стала другой, с упором на вот этих варягов-технократов или варягов-офицеров? Ну, на самом деле, надо смотреть вглубь, как я уже сказал. Во-первых, это абсолютное количество рекордов с точки зрения количества регионов, и при этом изменился и сам состав. Скажем, если выбрать период 2004 года, то количество варягов чистых, скажем, первое время было где-то около третье. Остальная часть, это были всевозможные такие гибридные сценарии, когда человек был как бы отчасти варягом. То есть, вот, например, сценарий возвращенца. Человек родился в регионе, допустим, он уже закончил школу, университет, потом уехал, делал карьеру, ну, регион как-то знал. Или, скажем, это был вариант местного политика, который на несколько лет уехал в Москву, работал, скажем, заместителем министра или в каком-то ведомстве, в регион вернулся. То есть вот такие гибриды. Особенно эти гибриды были популярны во время президентства Медведева, когда после первых назначений варягов Центр столкнулся с недовольством на местах, когда люди стали там откровенно бунтовать с тем, что приезжает новый губернатор, привозит там массу каких-то чужих людей за собой, они начинают делить бизнес в сферах своей ответственности. И в итоге Центр как раз примерно с 2009 по 2011 год пытался находить такую золотую середину, ну, как ему казалось, золотую середину, назначать людей, которые были отчасти местными, отчасти федеральными. Вот после 2016 года вот эти гибриды исчезли вообще. То есть вот если брать вот эти регионы назначений, то 57% назначенцев за последние три года – это чистые варяги. То есть люди, которые вообще никакого отношения к регионам значения не имели. Есть очень небольшое количество представителей старых региональных элитов, но в основном это республики национальные. То есть либо это регионы, где прежний губернатор ушел на повышение, скажем, Ямолоненецкий округ, Тюменская область, имел бы и Амутская отчасти, когда господин Козлов ушел в министр. Да, там давали возможность назначить кого-то из той же региональной группы. Зачем? Ну, я думаю, что здесь нет назначенного ответа. Мне кажется, что в первую очередь это сама логика вертикали, когда важно иметь человека максимально лично преданного. То есть нужно сделать все, чтобы ликвидировать угрозу возможности формирования в регионе какой-то сильной региональной элиты и превращения губернатора в какую-то яркую фигуру. Ведь кроме того, что поменялись сами губернаторы, фактически они утратили во многом самостоятельность при формировании администрации. Если мы посмотрим как раз последние несколько лет, мы увидим, что, как правило, губернатор приезжает в регион один, ну, может быть, там, с двумя-тремя помощниками, обычно он может поставить своего начальника аппарата, главу канцелярии, все остальные заместители ему спускаются из Москвы. То есть он фактически не самостоятельен даже в подборе кадров. Получается, что он сам чужой для региона. Дорогие друзья, продолжаем нашу работу. Получается, что губернатор сам чужой для региона, и при этом у него еще команды своей нет. То есть он получается такой менеджер командировки, при этом максимально-максимально ослабленный. То есть, естественно, такой человек фактически поставлен только с единственной целью выполнять приказы. Он никакой контур-элиты вокруг себя, элиту соревновать не в состоянии. Он не в состоянии опереться на население, потому что он чужой. Получается, что фактически он решает, по сути дела, только единственную задачу прямого выполнения указаний из Москвы, написание справок, отчетности. И его главная задача не высовываться, не провоцировать скандалов, чтобы, не дай бог, не сломать себе следующую карьеру и дождаться светлого момента, когда, может быть, назначить на новый пост, куда-нибудь вернут в Москву или в регион побогаче переведут. Все, никаких других задач нет. Ну и Центр, я думаю, что еще решал задачу политехнологическую, так резко меня губернаторов, он пытался перехватить его позиции, тему перемен. Говорят, что вот смотрите, мы сами же всех поменяли. Вот у нас новые, молодые, энергичные и так далее. И показательно, что начиналась эта история, как раз в 16-17 год подготовка к президентским выборам. Фактически это можно рассматривать как элемент сценария, скажем, по подготовке переизбрания Путина на новый срок, когда президент, может, у нас и старый, команда у нас новая. Но, на мой взгляд, они настолько втянулись в процесс, что он уже превратился для них в такой... Ну, в самом деле, в каком-то смысле этого слова, то есть это стало, как бы, такой новой стратегией, когда они стали получать удовольствие, им стали получать какой-то кайф, да, того, что вот хотим, это назначим сюда, это назначим сюда. Ну, получается, то есть это как детская игрушка, то есть ты из воздуха создаешь новых королей, ты управляешь пространством, ты меняешь судьбу территории. Но я думаю, что некоторые люди получали от этого и получают, наверное, какое-то определенное удовольствие. Еще один вопрос. Каков эффект влияния на выборы, собственно, вот это мы видели в сентябре, будет ли он иметь продолжение? Ну, эффект влияния на выборы связан с тем, что, во-первых, эти губернаторы чужие для элит, для местных элит, естественно, они опираться на них не могут, элиты им ничем не обязаны, и они, естественно, ни о чем не могут их попросить. То есть весь элемент админресурса, связанный с неформальными обязательствами, работать перестает. Второе, они чужие для населения. Конечно, никакой личной харизмы нет. Единственным ресурсом в такой ситуации является, во-первых, апелляция к Москве и апелляция к поддержке федерального центра. И второй ресурс – это фактор новизны. То есть они пытаются на какой-то дистанции представить себя какими-то суперэффективными менеджерами, что нашему региону повезло, приехал человек со связями, вот теперь-то жизнь наладится, новые горизонты, новая жизнь, все будет по-новой. Но это эффект очень короткий, потому что, ну, пообещать-то все это можно, но выборы проходят, а люди смотрят, что ничего не меняется, ничего не происходит. И очень хорошо видно по регионам, когда, скажем, идет кампания, губернатор там встретился, там съездил, пока не больница, например, ремонтируется, люди недовольны, встретился там с протестующими, там где-то обманутые дольщики, приехал, встретился с протестующими. Выборы прошли, и все. И губернатор исчезает публичного поля. Люди, конечно, это видят, чувствуют, и, в общем, естественно, что рейтинг после этого, в общем, неизбежно падает. Тех технократов, которые после избрания продолжили хоть как-то работать с населением, мы буквально единицы. Не все, но такие есть. Большинство, очевидно, после избрания, в общем, демонстрируют, мягко говоря, полное равнодушие к тем территориям, которыми они руководят. Поэтому главный их ресурс, это вот фактор новизны и апелляция к Москве. Все, то есть никакого другого ресурса, реальности у них электрального нет. Поэтому, конечно, на мой взгляд, в перспективе долгосрочной, среднесрочной Думы 21-го года, президентской 24-го, подобные губернаторы вряд ли могут слушать ли федерального центра какой-то надежной кадровой опоры, какие-то голоса, скорее наоборот. Для этих случаев они уже являются элементами очень сильного раздражения и даже недоумения в регионах, потому что они, вначале многие воспринимали, что это не надолго, но баловство. Он приехал и уедет. Они не уезжают. И похоже, что многие из них застряли и застрянут на довольно долгое время. И чем дольше это происходит, тем большее раздражение вызывает на местах. А вторые туры-то могут произойти, скажем, в сентябре? Ну, в этом году ситуация может быть похожа на прошлый год. Именно по той причине, что, невзирая на то, что системная позиция играет договорники, она снимает сильных кандидатов, но поскольку сами назначенцы. Кандидаты откровенно слабые, популярности у них никакой личной нет, люди они чужие. И после назначения какой-то период еще позитива есть, но особенно те, кто был назначен, скажем, осенью прошлого года, сейчас уже там они по 9 месяцев руководят. И, в общем, люди, честно говоря, в регионах никакого позитива во многих не видят. Никакого диалога тоже они с населением не видят, поэтому я думаю, что даже в условиях отсутствия сильных конкурентов люди в этой ситуации могут голосовать за откровенно слабых кандидатов, просто потому что голосовать больше не за кого. А местные элиты будут им помогать? А местные элиты будут вести по-разному, смотря какой регион. Есть регионы, где они более организованы, более смелые, и там, может быть, даже кое-где им удастся провести кого-то из своих представителей в состав кандидатов на выборах, и там сценарий один, а в других случаях могут просто саботировать и втихаря помогать кому-то из оппонентов. Ну, так же, как это было, скажем, вот недавно в Иркутской области, когда выбрали мировую домохозяйку, но еще не просто так выбрали, а потому что, на самом-то деле, уважаемые местные люди просто решили поддержать ее на зло, тому кандидату, которого пытались им навязать. Такая же история может происходить на местах, и, в принципе, она вполне объяснима. С местным человеком они смогут договориться. А какие регионы это могут быть? Ну, на самом деле, я думаю, что из тех регионов, которые в этом году выходят на выборы, там проблемными может быть, ну, я думаю, что почти половина. То есть, я думаю, что это и Сахалинская область, Республику Алтай, Мурманскую, Оренбургскую, Челябинскую. Кстати, я думаю, что даже некоторые регионы, где губернаторы даже остались, типа Вологодской, вроде бы оппозиции нет, но мы видим в социологии, что рейтинг губернатора падает. Это говорит о том, что вообще недовольствие там тоже сказывается. Поэтому я думаю, что тренд на понижение сейчас есть практически везде. И в Липецкой, и в Курской. Моим собеседником был политолог, доцент высшей школы экономики Александр Кынев. Нынешние губернаторы-назначенцы вряд ли могут что-то сами решать. Они просто лишены элементарных властных полномочий, считает проанализировавший опыт новосибирских губернаторов новосибирский политолог Алексей Мазур. На самом деле задача для них физически невыполнима. То есть они поставлены на посты, на которых не решается ничего. Даже та биологическая система, которая создана, она не может управлять на местах ничем, поскольку все многократно дублируется. То есть по каждому вопросу нужно собрать четыре ведомства, головы которых сходятся в Москве. То есть губернатор на месте не может решить ни одной проблемы. Плюс к этому есть три-четыре контролирующих ведомства, которые могут в любой момент все это остановить и превратить. То есть это должен быть какой-то очень мощный, харизматичный лидер. Вот почему Собянин в Москве может. Потому что, во-первых, он может зайти в администрацию президента и все решить. А во-вторых, он может и собрать ответственность. А губернатор в какой-нибудь там, простите, Новосибирской области или Алтайском крае такими возможностями не обладает. И означает, что ни один вопрос решаться не будет. Поэтому они будут сидеть, плакать, писать отчеты, но ничего не будет происходить. Говорил Алексей Мазур. На конференции обсуждалась проблема национальных проектов. Как власть собирается осчастливить народ, если она фактически увеличила аналогии сборы ради непонятных программ. Как отмечает экономист Наталья Анкиндинова, откат от рыночных методов начался в середине нулевых годов. Появились госкорпорации, холдинги, федеральные целевые программы и, наконец, майские указы Путина о повышении зарплаты бюджетникам. Выполнение указов в первую очередь столкнулось с кризисом 2014 года, с присоединением Крыма и с падением цен на нефть и с санкциями. Это все полностью изменило повестку. Но, собственно, экономический рост не возобновился в таких условиях, как ни странно. Но, в общем-то, это позволило списать неудачу в выполнении указа 2012 года на внешние тяжелые обстоятельства и на то, что у нас были более важные приоритеты. Ну вот, указ 2018 года, в общем-то, он усугубляет вот эту тенденцию к формулированию национальных целей, стратегических задач, национальных проектов. То есть, вот после выборов 2018 года, на мой взгляд, ситуация в экономике существенно изменилась. То есть, вот это соотношение между такими административными рычагами и рыночными, оно существенно повернулось в сторону уже административных рычагов. В этих нацпроектах предполагается, что частные предприятия будут работать на цели, которые сформулировало государство. И таким образом, как бы, подрывается такой, ну, базовый принцип рыночной экономики, что предприятия основной своей целью имеют получение прибыли. И, как бы, если они какие-то другие цели преследуют, то, соответственно, экономическая эффективность у них снижается. Тоже такой фактор риска, что вот эта история с национальными проектами, с планом развития инфраструктуры, она финансируется во многом за счет перераспределения ресурсов в бюджет от частного сектора. Вот эти 25 триллионов, точнее, почти 26 триллионов, они, собственно, распределяются таким образом. Примерно 13 триллионов – это федеральный бюджет, причем и 5 триллионов где-то это за счет перераспределения средств внутри госрасходов, существующих госпрограмм, просто переформулирование там целей, задачи, направлений и расходов. 8 триллионов – это дополнительные расходы, имеется в виду за 6 лет, конечно, и за один год, которые вот формируются из нескольких источников. Это, прежде всего, повышение НДС, которое дает 600 миллиардов примерно в год, увеличение предельного объема заимствований, которое допускается бюджетным правилом на 0,5% ВВП. Но это не полностью сейчас выбирается, но, тем не менее, потенциал такой есть. И вот ужесточение позиции Минфина, которую мы сейчас наблюдаем, по другим направлениям, то есть продавливание, включение неналоговых платежей в налоговый кодекс, чтобы, соответственно, административное принуждение было более сильным к уплате этих платежей. Борьба с теневыми доходами тоже по всем направлениям. Вот последняя идея, которая прозвучала, это то, что уже контроль над расходами граждан рассматривается. Говорила Наталья Анкиндинова. Желание все регулировать чревато тем, что система расшатается. Возникнет эффект госплана в экономике. Нет никаких оснований думать, что доходы населения начнут расти, подчеркивает экономист Наталья Анкиндинова. Алтайский политик Константин Емешин подчеркнул, что указы, например, в сфере здравоохранения ставят ошибочные цели. Все убиваются национальным проектом здравоохранения и онкологии. Собрались вы экспертов по онкологии. И оказалось, что нужны копеечные затраты для того, чтобы внедрить маркеры, которые разработаны и применяются во всем мире, кроме России, разработанные мной в ситюрском векторе. Это дешевые способы выявления раннего выявления ран. А тот проект, который национально нарисован, это колоссальное средство на лечение третьей, четвертой стадии. А сейчас колоссально дорогие медикаменты, дорогие пушки, облучения и так далее. То есть сейчас это можно тянуть к этому человеку жизнь. И здесь просматривается явная лоббира. Кстати, в Америке это же самое. Везде. Это вот онкологическая, как я ее называю, мафия, лоббирует в том числе и наш национальный проект, запрещая вот эти ранние маркеры. Ну, некоторые мужчины знают, мы берем маркеры от предстательной железы и так далее. А там у них есть весь спектр по всем ракам, вектори разработаны, но их не пускают на рынок. Говорил Константин Емешин. Профессор Евгений Гантмахер уверен, что нацпроекты в ряде случаев действительно ставят невыполнимые задачи. К примеру, обеспечение роста населения. Демография показывает, что Россия вступила в такой период, что бы власти не делали, будет падение численности. Без привлечения мигрантов реализация идеи увеличить численность населения заведомо невыполнима. Впрочем, как и снижение уровня бедности в два раза. Об этом мы и побеседовали с профессором высшей школы экономики Евгением Гантмахером. Почему национальные проекты в значительной части не могут быть исполнены? Это объективная какая-то реальность просто мешает? То есть это невозможно изменить какими-то большими деньгами? Ну, это заключено в самой конструкции. Просто жанр, который был выбран, с моей точки зрения, он бесконечно устарел. Ну, по крайней мере, в стране, которая себя считает демократической. То Владимир Владимирович Путин же говорит, что мы живем в демократической стране. В демократической стране такого рода документы, которые касаются перспектив развития страны, по крайней мере, обсуждаются публично заранее и носят форму какого-то общественного договора, хотя бы части населения. Потому что если нормальная политическая система, допустим, президент представляет, он избран какой-то частью, другая часть в оппозиции. Так вот, эта часть, которая победила, вот она выдвигает на основе каких-то обсуждений вот такие-то предложения. Если это не получается, то в следующих выборах, естественно, эта партия во главе с этим президентом проигрывает, приходят те, кто, допустим, находится в оппозиции. Вот известная давно по истории схема. У нас же вот этот указ был написан абсолютно где-то в каких-то недрах. Еще раз говорю, там есть просто целый ряд профессиональных, даже не то, что неточностей, просто грубых ошибок, как я считаю, которые заведомо делают многие пункты невыполнимые. Типа демографии, да? Ну, типа демографии, той же самой бедности, которые будут вынуждать, к сожалению, менять так называемые методики, как у нас сейчас любят. И, в общем... То есть подделать статистику? Ну, в общем, да, подстраивать, как я уже тут сказал про феномен Китая, подстраивать статистику под нужды партии. Ну, это, конечно, реальность жизни в нашей стране, это ничего, ну, по крайней мере, хорошего не принесет. Плохого там я не знаю, но правильно здесь вот сказал Константин Николаевич Емешин, я его очень уважаю, что вообще это, на самом деле, игра в бумаги. Это не попытка действительно поменять страну в лучшую сторону. А это очередной бумага, оборот, отчеты друг перед другом, но не перед обществом. Но, в принципе, если говорить о, в целом, о ситуации в стране, можно ли чего-то сделать? То есть здесь, конечно, речь должна идти о реформах. И мне бы казалось, ну, допустим, ты хочешь сделать вот некий майский указ, да? Ну, допустим. Поднять зарплату, да? Да, только не надо не об этом писать. Это следствие, что в результате вот там каких-то реформ мы можем ожидать, что будет вот такой-то рост зарплат, снижение бедности, что-то поменяется с точки зрения конкурентоспособности российской экономики в мире и много чего другого. То есть начинать надо было с другого. И тогда это, может быть, была бы как-то бы хотя бы методологически, это как-то, может быть, бы и смотрелось. Но дело заключается в том, что, конечно, никому реформы-то не нужны. И Путин пришел на новый срок, конечно, не имея никакой программы реформы. Более того, я вижу по всем действиям, мы уже видим, все-таки он уже больше года президент, он ни на какие реформы не настроен. Он настроен на то, чтобы, ну, как бы, ну, отбиваться от тех текущих проблем, конечно, которые есть, решать их в таком, что называется, режиме отхок, да, вот появилась проблема, ну, вот решили. Но Россия нуждается в стратегических изменениях. Это все понимают, хотя бы с точки зрения 21 века. Ну, а что тут говорить о вызовах, которые есть, и миграция, и старение, технологическая революция, и много чего другого. Весь мир этим озабочен. Все думают, как в этих условиях перестраивать всю общественную жизнь. А у нас нет, мы не озабочены этим. Ну, да, ну, цифровизацию написали, но цифровизация-то у нас ведь понимает очень узко, что вот у нас будут электронные сервисы. Ну, это, конечно, хорошо, я тоже ими пользуюсь, этими электронными сервисами. Но цифровизация жизни, она же на самом деле, это другое. Это изменение технологий, это высвобождение людей в другие сферы жизни, в другие сферы работы. Где у нас об этом хоть какие-то разговоры? Нету, об этом ничего нет. Весь мир снова же это обсуждает, а у нас цифровизация вот в чисто таком технологическом смысле понимается. И, кстати, судя по статистике, этот проект хуже всего реализуется. То есть те средства, которые на него выделены, в наименьшей степени, по крайней мере, вот на данный момент освоены из всех вот этих больших там этих проектов. Поэтому вот так. А кто бенефицар тогда этих национальных проектов? Есть же какие-то компании, госкорпорации и прочее, которые получат, в общем, какие-то деньги, собранные с населения, которое ныне вроде как нефть? Ну, все те же самые. Мне кажется, изменений круга бенефициаров об этом речи, в общем, не идет, потому что как раз реформы, которые нужны в России, они как раз должны в этом и заключаться, что бенефициарами вместо госкомпании, вместо государства становится красноселение. Вот в чем принципиально. А сейчас самый успешный на самом деле элемент нашей российской жизни это государство. Оно же собирает большие деньги, оно очень прибыльное, оно снимает ренту со всех, кроме нефти, газа и с нас снимает ренту. Накопило вот эти очень большие деньги в резервах, которые официально заявлены. Я думаю, это все, вот эти все нацпроекты, это ровно на поддержание все вот этой же системы. Но там какие-то технические изменения не могут быть, какая-то компания будет отключена от этого, какая-то придет. Но это все, эти вот бенефициары, это те, кто аффилированы с государством. Это как бы его продолжение. То есть государство это объявило, государство аккумулировало или обещает аккумулировать под это довольно приличные деньги и само будет осваивать собственно эти ресурсы и нам с вами, населению от этого, если что и достанется, то чисто символически. Это бюрократия будет больше? Ну, государство как институт. Там не только бюрократия, там же и вокруг вот эти вот государственная экономика, эти же госкорпорации, они являются бюрократией, но они сращены с ней. У нас же, как наш друг Дима Орешкин говорит, сформировался бюрнес, то есть сращивание бюрократии и бизнеса произошло. Бюрнес это как бы новое такое явление, как он придумал это слово. Так вот, вот это совокупное явление, оно и является главным бюрократом уже давно в нашей стране, но сейчас эти нацпроекты, они позволяют и дальше этой системе, видимо, существовать. Сильный ход может быть на основе нацпроектов, вы говорите, что их невозможно использовать, а как тогда ими сходить в 21-м или в 24-м году, сказать, что вот мы же там все улучшили и углубили? Нет, возможно, какие-то, я вот уже говорил, какие-то, возможно, неожиданные такие подачки. Ну вот, Медведев недавно узнал случайно, видимо, что если родитель ухаживает за ребенком инвалидом, он получает там какую-то мизерную пенсию по уходу. И он сказал, ну нет, мы ее увеличим, будет получать 10 тысяч рублей в месяц. Ну, вот примерно такое, только, я думаю, к выборам, которые нам предстоят в Государственную Думу, ну, наверное, если будут какие-то еще президентские выборы, мы же не знаем, как конфигурация власти сложится, будут какие-то вещи, о которых я уже сказал сегодня, вот с моей точки зрения, абсолютно не стоящий ни копейки ход вообще, это взять, заморозить повышение пенсионного возраста. Сказать, ребят, ну, давайте вот у нас... Это признать ошибку? Нет, сказать, ну, внешние обстоятельства, ну, как у нас с прошлыми президентскими указами, ну, что, ну, нефть упала, ну, санкции ввели на нас, ну, то же самое сказать, ребят, ну, вот санкции давят по-прежнему, внешние обстоятельства, поэтому я, чтобы людям жилось лучше, я понимаю, ну, давайте сейчас не будем так быстро повышать пенсионный возраст, перенесем его повышение за 24-й год, ну, например, вот, или я говорю, вот эти вот дивиденды, которые собираются с госкомпанией сейчас рекордные, как пишут, взять, использовать на какие-то вот такие разовые выплаты, например, это элементарные политтехнологические вещи, я не исключаю, что они будут сделаны как раз вот вовы к выборам для того, чтобы склонить население, которое недовольно, население, безусловно, недовольно, мы с вами это видим и на региональных выборах, склонить его позицию все-таки в сторону такой, которую бы там хотелось, примерно так. Моим собеседником был экономист Евгений Гантмахер, другой экономист, доцент Академии народного хозяйства Сергей Хистанов отмечал, что кризис формально заканчивается, но рост находится на уровне статистической погрешности. Динамика розничной торговли пять лет снижалась, показала небольшой рост лишь в последний год, говорит Сергей Хистанов. Можно сказать, что условный средний россиянин ценой затягивания поясов адаптировался к жизни в новых условиях. Почему это важно? Дело в том, что, несмотря на то, что абсолютный уровень сейчас ниже, чем в 2013 году был, но то, что показатель вышел в плюс, это дополнительно внушает уверенность, что устойчивость, вот с точки зрения этого параметра, нашей экономической системы повысилась. Это не значит, что как бы все хорошо, это значит, что мы в таком виде можем пребывать достаточно долго. И нации из такого состояния могут вывести две вещи, по большому счету. это либо сильный внешний шок падения поступления от природной ренты, потому что официально около трети доходной части федерального бюджета это поступление от экспорта, из них процентов 80 нефтегазовый сектор. Но эта цифра при всей своей официальной правильности она лукавая. Дело в том, что когда Росстат этот показатель считает, он формально смотрит на тех, кто занимается экспортом, ну и соответственно учитывает их в статистике. Но у нас очень много предприятий, которые сами ничего не экспортируют, но либо обслуживают экспортеров, либо от них зависят. Если посчитать тех, кто косвенно связан с экспортом, то зависимость доходной части федерального бюджета от экспорта станет, там тоже есть ломают копии, как считать, ну грубо около половины. Поэтому хотим или не хотим, мы от внешнего фактора зависим сильно, и если поочечаянии произойдет внешний шок, он может быть одним из двух сценариев. Это либо сильное падение цен на нефть, либо введение каких-то ограничений на экспорт нефти нашей страной. Сергей Хистанов считает, что главной угрозой стабильности путинской системы является рост добычи нефти и газов в США и стабилизация обстановки вокруг Ирана, рост добычи в Ливии или Венесуэле. Все это может обрушить выгодный для Москвы уровень цен. Об этих рисках я и побеседовал с экономистом Сергеем Хистановым. Как все-таки повлияет на Россию повышение добычи нефти в США? Собственно, каковы риски для России от происходящего на нефтяных и газовых рынках? Главный фактор, который в настоящее время надежно защищает Россию от суровых санкций по иранскому образцу, это зависимость рынков от российской нефти и российского газа. Причем особенно критичной является зависимость европейского газового рынка от поставок из России. В настоящее время Россия покрывает свыше трети поставок газа в Европу и для многих стран из-за топологии сети газопроводов российский газ является незаменимым. Поэтому, пока не будет реальной альтернативы российской нефти и российскому газу, опасаться серьезных санкций у российского руководства по большому счету нет. Собственно говоря, это понимание и делает позицию российского руководства по очень многим международным вопросам крайне неуступчивой. Но процесс роста добычи и нефти, и газа в США идет довольно быстрыми темпами. За срок менее 10 лет добыча нефти в США утроилась, добыча газа увеличилась в меньшей степени, тем не менее это позволило Соединенным Штатам Америки из крупного импортера газа превратиться в уже достаточно заметного экспортера. Причем добыча газа в США сдерживается строительством заводов по сжижению, то есть добыча намного превосходит местный спрос и возможности существующих заводов. Поэтому скорее всего уже к концу 2019 года США будут располагать мощностями по сжижению газа порядка 90 миллиардов кубов в пересчете на газ в нормальных условиях. Это цифра, которая потенциально может заметно создать заметную конкуренцию российским поставкам. Причем конкуренцию не в моменте, потому что в настоящее время стоимость российского трубопроводного газа заметно ниже, чем стоимость сжиженного природного газа из США. Но сам факт наличия возможности поставок делает переговорную позицию многих европейских стран гораздо более сильной. Преслабутая зависимость от российского газа устойчиво снижается. Причем добыча газа и его изжижение растет не только в США, но и во многих других странах. Просто информации об этом меньше, а добыча газа в США очень хорошо документирована в силу того, что газ торгуется на бирже Nymix и соответственно все, что связано с добычей и торговлей газом, очень хорошо документировано. А если ситуация в мировой политике изменится, в Венесуэле, в Ливии, с Ираном, то действительно есть риск падения нефтяных цен и удара по российской экономике? За последние полтора года добыча нефти в США выросла на 3,5 миллиона баррелей в сутки. Это очень большая величина и интересно, что в истории было два прецедента, когда вот такой перекос между спросом и предложением вызывал примерно четырехкратное падение цен. Первый случай это 1986 год, когда Саудовская Аравия отказалась сокращать добычу, нарастила ее и дополнительные 3-3,5 миллиона баррелей в сутки привели к тому, что цена упала в четыре раза. Собственно говоря, это и послужило началом конца Советского Союза. В конце 2014 и начале 2015 годов на рынок вышла так называемая сланцевая нефть и ее количество почти точно соответствовало количеству дополнительной нефти, которая была вброшена Саудовская Аравия в 1986 3-3,5 миллиона баррелей в сутки. И цена опять упала примерно в четыре раза. Из этого можно сделать очень надежный вывод, что для того, чтобы вызвать примерно четырехкратное падение цен на нефть, достаточно создать дополнительное предложение в размере 3-3,5 миллиона баррелей в сутки. Это в настоящее время падение не происходит из-за того, что во многих странах, прежде всего Венесуэла, Ливия, в силу бурных социальных процессов добыча упала. Кроме того, действует сознательная сделка ОПЕК+, когда группа стран ОПЕК+, присоединившаяся к ним Россия, сознательно сокращает добычу. Вот эти действия приводят к тому, что несмотря на то, что добыча в США растет, мировые цены на нефть достаточно стабильны. Но цена этой стабильности это потеря доли рынка. И существует большая вероятность, что либо произойдет восстановление добычи в Ливии или в Венесуэле, в конце концов, рано или поздно это произойдет, либо может распасться сделка ОПЕК+, потому что в рамках этой сделки сотрудничают страны, которые имеют очень большие противоречия друг с другом. В 1985 году именно противоречия между странами членами ОПЕК, в частности нарушение соглашения привели к тому, что Саудовская Аравия, как крупнейший участник соглашения, отказалась его соблюдать. И рано или поздно сдача рынка американцам приведет к тому, что у кого-то не выдержат нервы. Интрига только в том, когда это произойдет. Россия готова к таким событиям? Скажем, вот это накопление резервов, оно может быть строкует от подобного риска нынешний режим? Единственная рациональная причина очень сильного наполнения резервов на фоне стагнации в экономике, на фоне падения реальных располагаемых доходов граждан, последние месяцы даже на фоне роста разного рода социальных протестов, это то, что те, кто принимают решения о объеме резервов, уверены в том, что в обозримом будущем, причем не в абстрактном, а именно в обозримом будущем, Россию ждут очень серьезные экономические проблемы. И в этом случае резервы позволят своего рода купить время. То есть сами по себе резервы, как бы велики они ни были, не позволят вечно жить за счет резервов. Вот тот размер, который накоплен к настоящему времени, позволяет надежно спрогнозировать, что даже если цены упадут в район 30 долларов за баррель, при рачительном использовании, рачительность тоже очень важна, можно протянуть 2-3 года. То есть вот эти резервы это возможность купить время. Не решить проблемы в экономике, а именно купить время. А национальные проекты, если сбросить, это тоже возможность купить время? Национальные проекты вызывают очень большие сомнения относительно их целесообразности, поэтому скорее всего первой жертвой возможного ухудшения экономических условий как раз и будут нацпроекты. Более того, опыт отказа от выполнения прошлых майских указов, которые отдаленно напоминают собой нацпроекты, хотя гораздо менее масштабные, показывает, что любой внешний шок является надежным оправданием для отказа от реализации крупных трат со стороны государства. И нацпроекты это первый кандидат на урезание в случае, если экономическая ситуация намного ухудшится. И последний вопрос, а если в целом говорить о российской экономике в нынешних политических условиях, она вообще к вызовам времени готова, к тем проблемам, которые есть в мире, новые технологии, цифровизации, высвобождение людей благодаря автоматизации электромобилей и все прочее? Если говорить о том, насколько российская экономика готова к шокам, то важно отметить, что к краткосрочным шокам российская экономика подготовилась прекрасно. В настоящее время в России наблюдается тройной профицит. Профицит федерального бюджета, профицит торгового баланса и профицит счета текущих операций. То есть даже с учетом оттока капитала Россия зарабатывает больше валюты, чем тратит. Такое сочетание делает Россию крайне устойчивой к любому краткосрочному внешнему шоку. цена подготовки это низкий экономический рост, снижение благосостояния населения и бесконечно долго в таком стиле управлять экономикой невозможно. Это явно краткосрочное решение. Потому что, как показывает опыт и как гласит прекрасная фраза автора стратегии непрямых действий Базеля Лидлгарта не потери войск, а потери надежды ведет к проигрышу войны. Как только значительный процент членов общества потеряет надежду на лучшую жизнь, скорее всего пострадает социальная стабильность. Моим собеседником в программе «Лицом к событию» был экономист Сергей Хистанов. Какова реакция населения на падение доходов, повышение налогов, цен и пенсионного возраста? Зам. директора Левада-центра Денис Волков отмечает падение рейтингов власти, высокий уровень протестных настроений, спрос на популизм. После пенсионной реформы рейтинг Путина упал сразу на 17% и снижался до начала 2019 года. Сейчас ожидание протестов снизилось, но число готовых протестовать лично остается на прежнем уровне. Говорит Денис Волков. Значительно упал авторитет власти не только на фоне пенсионной реформы, но и ухудшение ситуации в стране. И пусть некоторое улучшение происходило в начале этого года, но качественного улучшения пока нет. То есть если может быть тренды будут положительные, может быть чуть успокоиться. Но пока что мы видим, что этого не произошло и народ в возбужденном состоянии находится. Это то, что касается настроений и оценки и авторитета власти. Я думаю, что что еще здесь важно? Здесь важно некоторое ощущение своей силы, своих сил. Пусть небольшое, но мы видим положительную динамику по вопросу о способности влиять на ситуацию в стране. Мы видим, что большинство, конечно, в незначительной мере, то есть если мы снизу пойдем, синий, это затрудняется ответить, совершенно не могу, в незначительной мере, в значительной полной мере. То есть мы видим, что некоторая есть положительная динамика, и вот наверное это отражает некоторый такой рост уверенности. Это один из индикаторов, я бы так сказал, ощущения какой-то силы гражданского общества. Вообще эти индикаторы очень сложно померить, но тем не менее, поскольку мы все-таки о гражданском обществе, я хочу их показать. 71 готовы на выбор ходить, подписывать петиции, 53% и половина обращаться в органы исполнительной базы. Но вот эти тоже достаточно популярные ответы, 30% готовы принимать участие в работе общественных политических организаций. Это очень важно. мы сейчас увидим, что сама непосредственная работа она поменьше, но важно то, что 30% по крайней мере заявляют свою готовность. Работать волонтером где-то 24%, участвовать в уличных акциях 22% и оно очень совпадает с теми, хотя это другой вопрос, но совпадает с нашими предыдущими индексами, которые я показывал, выдвигают свою кандидатуру и поддерживают деньгами общественные политические организации. Вот важно, что гуманитарные вопросы намного больше готовы поддерживать деньгами и поддерживают честно. Посмотрим, что приходилось делать, это уже непосредственно вот что, что люди делают и к чему они готовы. И мы видим, что вот два самых верхних, самых популярных это подавать милостыню, безвозмездно одежду и вещи. И эта цифра примерно сохраняется. Я бы сказал, это максимум того, что люди готовы. Социолог видит проявление общественной мобилизации. ШИИС, Екатеринбург, Ингушетия. В отдельных случаях власти идут на уступки. До половины опрошенных считают, что надо требовать от власти перемен, а не просить их. Гражданское общество начинает отвоевывать пространство у власти. Власть отступает в ограниченном секторе. Изменения общественного сознания к лету 2019 года я обсудил с заместителем директора Левада-центра Денисом Волковым. Как можно оценить сегодня уровень общественного недовольства, ну, скажем, вот с периода пенсионной реформы? Есть несколько показателей, которые позволяют нам его оценить. Один готовность протестовать и он сохраняется на уровне где-то четверти населения. Что интересно, он не меняется. Остается постоянным с конца, где-то с осени прошлого года. Еще другие есть показатели, в том числе одобрение президента. То есть мы видели, что за прошлый год он серьезно снизился где-то с 80 до 66 сегодня. и здесь сыграло не только пенсионная реформа, но и общее ухудшение уровня жизни. Ну, вот, я думаю, что это два основных, но у нас есть еще индекс социальных настроений, который также падал весь год. Есть вопрос о том, куда идет страна, в верном или неверном направлении. Сейчас 50 на 50 примерно. Тоже серьезное снижение было в прошлом году. А можно ли говорить о какой-то стабилизации вот сейчас, так сказать, поддержке того же Путина и с чем это связано? Действительно, где-то с весны этого года мы наблюдаем некоторую стабилизацию, рейтинги, оценки положения дел в стране чуть-чуть выросли, где-то что-то с февраля, что-то с марта. я думаю, что это некоторое привыкание к новой ситуации. Все-таки инфляция была более-менее остановлена, люди чуть-чуть так привыкли и я думаю это связано с этим прежде всего. Затянули пояса, как дальше какого-то серьезного ухудшения нет и это уже хорошо. А что можно сказать о таком внешнем факторе? Я видел у вас в вопросах некоторые улучшения отношения к Украине. Это что значит? Люди просто устали от пропаганды или от бесконечного обсуждения дел Украины вместо дел России? Есть некоторая усталость действительно и вообще от внешнеполитической повестки от Украины, США, Венесуэла и всего вот этого. Поскольку у себя дома много проблем люди говорят что же мы всем помогаем что вот вы нас кормите всем этим когда лучше своим заняться. С другой стороны я думаю это отражает некоторые изменения на телеканалах просто стали меньше это показывать меньше США стало потому что наверное какую-то сделку рассчитывают Путин с Трампом встречается это всегда очень хорошо на это люди реагируют потому что так же устали от конфронтации не столько даже от того что показывают а то что постоянно какие-то негативные новости от этого тоже люди устали мы видим половина говорит о том что Россия в изоляции находится половина опасаются войны большой и это действительно негативно влияет даже может влиять и на рейтинге потому что власть не может решить с точки зрения людей вот эту проблему ну а вот в этом классическом вопросе скажем там про уступки для того чтобы жизнь стала лучше есть какие-то подвижки или все так же уперто что Крым наш а в Донбассе войны Россия не ведет ну это сложный вопрос отчасти во многом люди не готовы идти на уступки и даже мы видим по военным расходам да с одной стороны люди говорят что мы слишком много тратим да слишком много отдаем вовне а с другой стороны говорят что при этом расходы на оборону не надо сокращать потому что это вынужденные расходы если мы спрашиваем а где же искать деньги вот где можно поэкономить то есть с одной стороны люди говорят что военные расходы большие но не предлагают экономить на этом а говорят давайте экономить на том чтобы с коррупцией бороться вот давайте чиновников ловить и так далее потому что говорят что мы в такой враждебной атмосфере все равно находимся и нужно все-таки на это тратить поэтому здесь однозначной такой вот связи нет и когда мы спрашиваем нужно ли идти на уступки они говорят пусть они сначала на уступки пойдут а потом мы посмотрим а по Крыму ситуация все та же по Крыму есть здесь в одном вопросе наш он или не наш нет никаких подвижек а с другой стороны есть некоторое увеличение количества людей которые говорят что может быть это было плохое решение да вот если бы мы сейчас в четырнадцатом году были то может быть и не стоило присоединять так где-то треть сейчас говорит чуть-чуть выросло количество этих людей ну а если вот эта тема так сказать популизма с которой вы сегодня выступали здесь выступали и коррупции например действительно этот вопрос выходит скажем на самый первый план для людей вот в политическом пространстве то есть скажем те же лозунги Навального они или там власть когда кого-то сажает да а это все очень хорошо воспринимается общество ну тут тоже однозначных нет ответов мы точно видим что обеспокоенность коррупции растет не на первое место но на третье четвертое место она выходит все равно по прежнему экономические проблемы на первом месте но за последние годы это выросло на фоне того что говорит Навальный на фоне того что делает власть вот этих все дел коррупционных но когда мы спрашиваем о том вот как люди оценивают то что происходит все равно большинство говорит что не верят что это реальная борьба что это какие-то разборки люди говорят но при этом скорее довольны тем что происходит как так я бы объяснил что мы не верим что это по-настоящему ну пусть посидит вот удовлетворение от этого есть то есть ну то есть в каком-то смысле это наверное некоторое положительное влияние на рейтинги тоже оказывает но вот в серьезную борьбу все они не верят ну а для оппозиции это значит такая действительно лакомая тема получается ну это везде хорошая тема антикоррупционная повестка она работает и в россии работает и в индии в других странах в индонезии то есть здесь мы не уникальны здесь мы также хорошо на это реагируем как и во всех остальных странах где уровень коррупции высокий вы рассказывали о ситуации с гражданским обществом сейчас все-таки есть у людей в россии большее желание участвовать в каких-то скажем так не политических процессах а может быть и политических процессах лично так сказать во что-то вкладываться вот что сейчас произошло за последний там год-полтора ну в целом это длительный процесс нарастание связей укрепление этих связей это не за год происходит это тут может быть если мы 10 лет сравниваем то есть некоторый прогресс что точно выросло за именно за последние полтора года и сохраняется на высоком уровне это готовность выходить и защищать свои права я связываю это в первую очередь с пенсионной реформой потому что на фоне этих новостей резко выросло желание выходить не только лично это где-то четверть политические экономические чуть побольше и вот это резко выросло осенью прошлого года ну где-то конце лета начало осени и не падает вот это серьезное где-то в два раза выросло вот резко буквально там за месяц полтора и до сих пор не падает сохраняется на высоком уровне просто в том числе потому что тем достаточно много по которым можно выходить и второе это авторитет власти который упал за последние годы если мы говорим о правительстве губернаторах думе это процесс начался уже в пятнадцатом году и длился а путин резкое падение в прошлом году ну а вот показали что ожидания протестов уменьшились то есть людей в которые готовы протестовать год примерно столько же ожидания уменьшились вот как это тоже объяснить ну я думаю что это связано с тем что максимум протест на акции наблюдалось осенью это были акции против пенсионной реформы их не было они не были такими массовыми вот не выходили сотни тысяч в одном городе но они были по всей стране и то есть мы видели что вот когда мы спрашивали в том числе а в вашем регионе есть ли они то максимум наблюдался именно осенью сейчас сейчас намного меньше хотя есть ряд крупных крупных акций мы видели экологические шиес да самая сейчас наверное яркая с другой стороны в Екатеринбурге были в Москве но это все-таки отдельные такие акции а пенсионных реформах было много и в различных городах вот часть акций увенчалась успехов а часть власти так сказать не стали уступать вот можно ли понять собственно алгоритм поведения власти в каких случаях она отступает то есть это иногда акции это очень массовые а уступок нет с другой стороны может быть это такое не очень активное давление и есть уступки вот какая-то логика власти здесь понятна ну первое точно что где реагирует где есть широкий общественный резонанс и мы видели вот если мы три акции посмотрим Екатеринбург Шиес и Ингушетия то мы видим что наиболее быстро среагировали именно в Екатеринбурге и мы видели что больше всего люди об этом узнали то есть в каком-то смысле может быть она более привлекательная сама да и о ней лучше писать и может быть менее опасно писать и о ней поэтому много писали да то есть вот резонанс самое наверное важное с другой стороны важно легко ли что-то сделать легко перенести место строительства храма нелегко перенести место захоронения отходов то есть здесь целую систему нужно менять чтобы что-то сделать а с другой стороны наверное есть какие-то политические политические вещи где власти будут держаться да вот в Ингушетии мы видели что власть скорее подавила этот протест хотя губернатора сменила губернатора сменила да но опять же не сразу но тем не менее самые активные люди там по-прежнему сидят больше миллиона уже штрафов тоже заплачено то есть я представляю что в таком небольшом регионе это огромные деньги а где-то да вот что касается Голунова где с одной стороны было общественное давление с другой стороны было явное нарушение закона да и все это было очевидно плюс были были некоторые переговорщики которые ходили договаривались вот все вместе это сложилось в такое ну как бы частичный успех в гражданском обществе не безнадежно выступать так сказать по любым вопросам не безнадежно просто нужно понимать что не везде это будет успех не везде это будет полный успех да но тем не менее если ничего не делать то ничего не будет ну и последнее собственно вот прогнозы вот эта ситуация которая сейчас как бы на определенном уровне зависла она стабильная или так сказать и мы можем ожидать ну какие-то вот дальнейшие там акции протеста но не очень масштабные или что-то может измениться принципиально вот сами люди что говорят скажем с фокус-группами и так далее что видно ну на фокус-группах люди скорее обсуждают те акции которые уже есть то есть прогнозировать очень сложно на основе фокус-групп скорее здесь вот именно наши индикаторы и рейтинги говорят о том что есть некоторые улучшения но оно не качественное пока что улучшение то есть пока что сохраняется возможность других протестных акций на высоком уровне потому что напряжение есть напряжение в системе есть оно не уходит пока что если будут будет положительная динамика наверное тогда подуспокоится но пока что она лишь чуть-чуть чуть-чуть ситуация улучшилась но конфликтных ситуаций в нашей системе очень много а в условиях когда авторитет власти падает то тут люди уже не ждут милости от власти а выходят просто прежде чтобы показать власти что проблема есть а если власть не решает тогда это начинает развиваться дальше моим собеседником был социолог Денис Волков зам директора Левада центра участники конференции в Барнауле обсудили ситуацию с развитием гражданского общества в Казахстане Украине и Белоруссии как считает профессор Рустам Бурнаша в Казахстане транзит к власти реально еще не начался происходит ее трансформация в новой конфигурации все реальные рычаги у Нурсултана Назарбаева меняется ли власть вопрос однозначно открыт потому что в поле политическом остается Назарбаев юридически он обладает огромными полномочиями и причем эти полномочия не просто номинально они четко демонстрируются в действиях то есть например если мы берем последний саммит ШОС уже после того как президентом Казахстана стал Такаев на этом саммите Такаев не принимает участие а там принимает участие Назарбаев то есть это четко демонстрируется что Назарбаев находится во власти он систематически проводит заседание Совета Безопасности где его позиции являются доминирующие и где президент Казахстана Такаев является по сути фигурой подчиненной Назарбаев выстраивает свою стратегию на основе конструирования принципиальной неопределенности создания ситуации неопределенности и в данном случае нынешняя ситуация она полностью укладывается в стратегию Назарбаева когда есть неопределенность для прежде всего групп интересов непонятно кто является центром принятия решения и какие решения на каком уровне и каким центром принимаются тем не менее о некоторых изменениях власти можно судить потому что Такаев предпринимает во всяком случае визуально независимые решения это последние кадровые перестановки после того как он вступил в должность он практически подтвердил все кадровые назначения которые были сделаны при Назарбаеве еще после последних выборов и несмотря на это буквально через несколько недель после вступления в должность после выборов он начинает проводить кадровые перестановки причем эти кадровые перестановки затрагивают ключевые фигуры это руководитель аппарата президента меняется и меняется Аким Алматы то есть мэр Алматы то есть соответственно здесь уже есть какая-то самостоятельность вероятно и второе это конечно некоторая специфика действий которую предпринимает Такаев которые были не характерны для Назарбаева это прямые контакты с населением и это прямые контакты с населением причем в зоне в кризисных зонах В Беларуси, по мнению бывшего кандидата в президенты страны Натальи Короткевич, началась слабая политическая оттепель. Есть у нас одна маленькая победа в сфере прав человека, права на объединение. Это у нас был пункт в уголовном кодексе, если ты действуешь от имени лица незарегистрированной организации, ты мог быть арестован и осужден на несколько лет. И вот благодаря такой, скажем, либерализации некоторой общественной, мы этот пункт уже убрали из уголовного кодекса. Мы надеемся, что это как-то немножко раскрепостит деятельность инициатив. У нас присутствует давление на независимые профсоюзы. Это происходит очень просто. Вы знаете, человека в регионе очень легко запугать, потому что рабочих мест очень мало, и достаточно начальнику просто подойти, вызвать, сказать, тебе это надо. И все. И дальше человек уже сам принимает решение. Я хочу сказать, что мы активно стимулируем людей на участие в политике. И это работает. Это работает с молодыми людьми, со студентами. Это работает с людьми в регионах. Политолог Виктор Мироненко отмечает, что избрание Владимира Зеленского президентом Украины и доминирование его партии могут дать шанс на проведение реформ и на то, что Украина двинется реально в Европейский Союз. Подвел итоги дискуссии на конференции в Барнауле ее организатор политик Владимир Рыжков. Владимир Александрович, давайте подведем итоги конференции. Поняли ли вы из докладов экспертов, как трансформировалась система Путина за последние пару лет? Да, у нас первая тема, которую мы поставили в центр анализа, была вот эта новая вертикаль власти, новая личина вертикали власти, связанная с молодыми технократами. Мы увидели, что за последние буквально пару лет Кремль поменял больше половины губернаторов вот на этих новых молодых варягов. Мы попытались оценить, что и как, и мы пришли к выводу, что эта система не сработает. Мы пришли к выводу, что молодые технократы не смогут реализовать даже те задачи, которые ставит перед ними Кремль. Такие, как поддержание доверия к власти, поддержание политической стабильности, экономический рост, исполнение национальных проектов. Эти люди не в состоянии будут решить эти задачи. Во-первых, потому что они в большинстве своем не являются публичными политиками, не умеют общаться с людьми, и поэтому вряд ли они будут иметь доверие людей. Во-вторых, потому что они связаны по рукам и ногам федеральными структурами, силовиками, инструкциями и так далее. То есть у них нет той свободы рук, которая позволила бы им действительно добиваться реализации каких-то целей. В-третьих, те же самые национальные проекты убивают региональную инициативу и не дают регионам создавать свои программы развития, а значит губернаторы не смогут их реализовать. И в-четвертых, даже их персональные биографии, большинство из них, их персональная компетентность недостаточно для того, чтобы решать те задачи, которые решает Кремль. Поэтому мы пришли к выводу, что система технократов уже сейчас находится в кризисе, что этот кризис будет только усиливаться, и через какое-то время самому Кремлю придется отказываться от вот этих технократических вертикалей и искать какие-то другие решения. А вот национальные проекты, собственно, в целом, что они могут дать, оправдывая ли ставка власти на них? Мы анализировали национальные проекты, и в целом у нас доминировал скепсис по отношению к их перспективам. Во-первых, наши эксперты Алтайской конференции говорили о том, что национальные проекты означают просто изъятие денег у населения и изъятие денег у частного бизнеса и их перераспределение на государственные проекты, эффективность которых обычно довольно низкая. Во-вторых, говорили о том, что лучше бы оставили больше денег семьям и лучше бы денег оставили частному бизнесу, а не повышали налоги, потому что люди сами и частный бизнес гораздо эффективнее использовали бы эти деньги. И, в-третьих, говорили о том, что сами национальные проекты писались в торопях, что критерии очень нечеткие, цели очень неконкретные. Понять, что там будет выполнено, что не будет выполнено, решительно невозможно. Поэтому, скорее всего, это кончится просто тем, что через какое-то время либо объявят, что они выполнены, либо о них забудут и заменят их какими-то новыми обещаниями. А что гражданское общество? Поскольку Вы его рассматривали на фоне Казахстана и Белоруссии, например, и Украины, вот что российское гражданское общество? Живо ли оно, оживает ли? И может ли та активность, которую мы сейчас немножко видим, передвинуться в политическую плоскость? Я бы сказал, что наш анализ состояния гражданского общества по состоянию на лето 2019 года в четырех странах – Украина, Белоруссия, Россия и Казахстан – оказался, как ни странно, умеренно оптимистическим. Мы видим, в том числе по данным Левада Центра, что готовность участия в гражданских акциях, протестных акциях, в общественно-политической активности в России растет. Мы видим, что даже в Казахстане, вот в этот момент трансформации власти Назарбаева, тоже происходит некоторая активизация гражданского общества. Мы видим, что на Украине гражданское общество сильное, достаточно. И если Зеленский сумеет после выборов в Верховную Раду консолидировать власть, то, возможно, там произойдет объединение усилий общества и государства по стабилизации Украины. И даже в Белоруссии, как нам говорила сегодня Татьяна Короткевич, происходит определенная либерализация политического режима и некоторое расширение возможностей для общественников что-то делать. Так что, как ни странно, а может быть это и нормально, но во всех четырех постсоветских странах, которые мы анализировали, мы наблюдаем позитивные тенденции на постепенное усиление гражданского общества, взаимного доверия, солидарности людей и возможностей общества оказывать влияние на власть. А способна ли власть адекватно реагировать на те протесты, которые сейчас проходят? Ну, власть, естественно, воспринимает, и об этом говорили все гражданские общества, как досадную помеху. Власть стремится перевести гражданскую активность из политической плоскости в чисто благотворительную, волонтерскую, покрасьте заборы, уберите мусор, березки подстригите. Везде эта тенденция и в Минске, и в Астане, и в Москве, ну, может быть, в меньшей мере, в Киеве наблюдается. Но, как показали все эксперты, в тех случаях, когда гражданское общество достаточно решительно действует, достаточно последовательно, оно добивается успеха. Среди примеров, которые сегодня приводились, это Шиес, где, похоже, не будет мусорного полигона. В Белоруссии это история с аккумуляторным заводом в Бресте, который хотели построить, но общественность это остановила. В Казахстане протесты после выборов Такаева привели к тому, что там будет создан некий аналог общественной палаты, для того, чтобы общество имело какой-то канал воздействия на власть. Так что общий вывод такой, там и тогда, где и когда гражданское общество достаточно решительно и долго, и последовательно борется против какого-то зла, оно, как правило, побеждает. Можно ли говорить о том, что в России идет процесс трансформации действительно режима, вот с датой такой контрольной, 24-й год, что можно сейчас прогнозировать, ну, и в том числе, учитывая, например, опыт Казахстана? Я думаю, что в России трансформация режима пока не началась, но уверен, что правящие слои, правящие круги уже думают и интенсивно думают о так называемой проблеме 24-го года. И внимательно следят за опытом Казахстана. И в том числе сегодня Рустам Брунашев говорил о том, что никакого транзита власти в Казахстане пока нет. Есть трансформация власти Назарбаева, которая со стороны выглядит как транзит. Но транзита нет. Назарбаев, как он сегодня сказал, сохраняет все рычаги власти и даже это каждодневно демонстрирует. Поэтому вот эти за оставшиеся пять лет до 24-го года, я думаю, что Кремль будет внимательно наблюдать за тем, что будет происходить в Белоруссии, что будет происходить в Казахстане, в других странах, для того, чтобы определить свое отношение, как либо транзировать, передавать власть, либо трансформировать власть, что тоже вполне возможно, в том числе учитывая постсоветский опыт других стран постсоветского пространства. Может ли Путин смягчить политический режим в ближайшее время или все будет неизменно? Как мы сегодня убедились в ходе дискуссии при анализе четырех стран постсоветских, смягчение режима возможно только при активизации общества внутри, либо усиление давления извне. Вот скажем, если брать пример Белоруссии, то нет никаких сомнений, что некоторая либерализация режима Лукашенко напрямую связана с экономическим кризисом и с давлением Запада, который вынудил его пропустить двух оппозиционеров в парламент, выпустить практически всех политзаключенных, убрать статью из Уголовного кодекса, которая наказывает за деятельность незарегистрированной организации и так далее. Поэтому три обстоятельства могут привести к смягчению режима в России. Нарастание экономических трудностей раз, возможно. Активизация гражданского общества, что тоже возможно. И сохранение давления санкций со стороны Запада, что тоже вполне возможно. Моим собеседником в программе «Лицом к событию» был Владимир Рыжков. Это был репортаж с конференции в Барнауле, которую проводили Владимир Рыжков и фонд Эберта. Называлась она «Технократия. Национальные проекты и гражданское общество». Эксперты выяснили, технократия или точнее бюрократия в России по-прежнему процветает, национальные проекты сомнительны, а гражданскому обществу в путинской системе места остается немного. Вы слушали программу «Лицом к событию». Автор и ведущий Михаил Соколов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова